Наше акционерное общество по производству лекарственных средств уже на протяжении 20 лет выпускает эффективные препараты для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я работаю на предприятии ведущим менеджером по организации производства. Год назад руководство решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала осуществлять поставку популярного препарата антибактериального действия в новых картонных упаковках. Раствор с лекарством поставляется в стеклянных ампулах объемом 5 мм. В коробку мы обязательно была, по сути, вложена бумажную инструкцию, бумажный лист с информацией о назначении, способе применения, побочных эффектах лекарств. Мы хотели быть уверены, что наши ампулы, бумажная инструкция при транспортировке не выпадут из коробки и поэтому принципиально решили приобрести машину, которая бы смогла наклеивать этикетку на картонную коробку и обеспечивать сохранность препарата. Этикетки, которые, в принципе, планировалось приклеивать, мы купили заранее. Дизайн и цвет, размер этикетки уже был согласован с руководством, и поэтому принципиально мы искали машину, которая смогла бы обеспечить плотное наклеивание наших бело-голубых этикеток на изгиб коробки. Выбор этикетировочной машины, которая используется для наклейки этикеток в автоматическом или полуавтоматическом режиме на фармацевтической и лекарственной продукции, возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке запайки ампул. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску автомата для наклеивания этикеток с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные автоматы для наклеивания этикеток и отправит на повторный поиск. Затем я поискал в машину для наклейки оборудования у китайских производителей. Здесь вариантов было по сути больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов пять компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через пять месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок пять месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому, принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке автоматического оборудования для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки с бактерицидным препаратом и решил обратиться. Специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для наклеивания самоклеящихся этикеток на картонные коробки в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов, который, в принципе, я в последующем учел в своей работе. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили и через неделю мы заключили договор на поставку автоматического оборудования для самоклеящихся этикеток на картонные коробки. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видеомашины, где я смог увидеть кроме основных элементов линий, конвейер для перемещения, короб для наклеивания этикеток, фотоэлектронные элементы контроля этикетки. Управление линией через осуществлялось при помощи системы шки экрана. Машина пришла через два месяца, мы быстро наладили и запустили линию для наклеивания этикеток. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Я хотел бы заметить, что рассказал менеджеру о своей проблеме и желаемых сроках поставки. Он посоветовал мне хорошего специалиста по наладке и ремонту оборудования, с которым мы уже работаем и довольны результатом. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.